Атаман, Атаманушка, Атаман, Атаман! Говорит и показывает Атаман. Новости! На минувшей неделе под председательством Руслана Ремпель состоялась 34-я сессия районного совета. В работе приняли участие глава района Адам Джарим, заместители главы администрации, прокурор района Евгений Фоменко, руководители предприятий и учреждений, а также главы городских и сельских поселений. Начальник отдела МВД России по Северскому району отчитался об итогах оперативно-служебной деятельности по борьбе с преступностью, охране общественного порядка и безопасности граждан в Северском районе за 2017 год. Собравшиеся заслушали и утвердили отчет председателя контрольно-счетной палаты района Сергея Федина о деятельности организации за минувший год. Депутаты внесли изменения в бюджет, дали согласие администрации района на заключение соглашения с администрацией Черноморского городского поселения о частичном принятии водоснабжения населения и проведении капитального ремонта многоквартирных домов. Районные депутаты утвердили итоги конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления» на территории муниципалитета в 2017 году. Первое место присуждено ТОС номер 19 Ильского городского поселения, второе место ТОС Убин Азовского сельского поселения и третье ТОС номер 4 Михайловского сельского поселения. Рассмотрели и вопросы по имуществу находящегося в казне района. В завершении работы сессии глава района поручил ответственным лицам разработать проект по изготовлению установки стелы района при въезде на территорию. Предложение нашло поддержку депутатов. Один из немногих районов, который не имеет и на въезде со стороны Адыгеи, и на въезде со стороны Абинского района, стел. Неизвестно, вот Абинский район проехал, куда-то заехал, какой район, мы все ездим по дороге, да? И люди мне в частной беседе просят построить стелу с одной стороны и с другой стороны. В администрации района состоялось очередное планерное совещание, которое провел глава муниципалитета Адам Джарим. О финансово-бюджетной ситуации в Северском районе сообщил заместитель главы администрации Дмитрий Гостев, отметив прирост консолидированного бюджета по району за 2017 год, а также подчеркнув, что из года в год темп прироста остается положительным. О проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости выступила начальник управления имущественных отношений Елена Юрченко, а исполняющий обязанности начальника отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям доложил об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в районе. Особенно летом, когда заезжаешь с этой стороны, со стороны вышки, вся Северская горит в этих дымах, вся Северская. Никакие меры в этом не принимаются. А потом, когда начинается пожар, это не только Северская, это и везде. Потом, когда начинается пожар, мы не можем найти крайних. В каждом дворе горят эти отходы какие-то там, сухую траву жгут. И никто, наверное, на это не реагирует. На это тоже надо уделять внимание. Обсудили на рабочем совещании и острый вопрос по ввозу отходов на переработку в поселок Ильский из Абинского района. В сетях читал, что к нам завозят с Абинского района мусор. Что это за мусор, кто завозит, кто дал такое разрешение. По информации, которую предоставил Кубань, переработка 40 метров кубических с 31 октября, в котором был заключен договор с Чистой Город, было завезено на свалку Ильского городского поселения. Мы мониторили эту ситуацию. Я с руководством Абинского района, замглавы, эту ситуацию мы с ним разговаривали по этому вопросу. Они также обращались к нам и спрашивали, что это за организация о Чистой Городом. Они эти листовочки распространяли и в Абинском районе. Есть ли на территории Северского района лицензированный полигон ТКО, есть ли мусороперерабатывающий завод на все, что... Я дала разъяснение замглавы, то, что у нас только в Абинской зоне есть лицензированный полигон ТКО. И, соответственно, на территории Северского района нет мусороперерабатывающего завода. Есть только небольшая сортировочная станция, которая расположена на территории исковгородского поселения. Среди обсуждаемых тем на планерном совещании рассматривался также вопрос о санитарном состоянии в населенных пунктах района. О том, как обстоят дела на подведомственных территориях, доложили руководители Афибского, Шабановского, Михайловского и Львовского поселений. Открытое первенство Северского района по силовому жиму лёжа прошло на сцене Дома культуры Станицы Северской. Ставшие доброй традицией соревнования собрали спортсменов самых разных возрастов и весовых категорий. Поздравить участников с Днём Защитника Отечества пришли творческие коллективы района. Примечательно, что за последние годы в железном спорте становится всё больше девушек. Это ещё раз доказывает, что даже такой тяжёлый вид спорта, как пауэрлифтинг, при должном усердии и желании покоряется всем. Когда я начала заниматься пауэрлифтингом, я просто, я к нему так привыкла, что уже у нас тренировки проходили через день, допустим, понедельник, среда, пятница. Там два раза, два часа в день. И уже, допустим, когда, там, в вторник, там, в четверг отдыхаешь, от тренировок, он нам даёт, например, отдых, и уже как бы себя, уже организм требует, чтобы пойти на тренировку. Строгое судейство, внимание к технике выполнения упражнений и безопасность – неотъемлемые элементы подобных соревнований. Отрадно было видеть под штангой как титулованных спортсменов, так и начинающих. Состязания прошли в дружеской атмосфере, а желание победить и показать свой лучший результат придавало участникам сил. Многие атлеты выступали уже не первый год и всегда рады поддержать тех, кто только собирается попробовать себя в этой нелёгкой дисциплине. Не бояться прийти на первую тренировку в спортзал и понять, нравится вам это или нет. Не гнаться за пределение вы сами, потому что если вы готовы работать, если вам нравится тренироваться, всё это придёт со временем. Вопрос только в том, в вашем трудолюбии, в вашем желании этим заниматься. Всё зависит только от вас. Победители состязаний наградили почётными грамотами и ценными призами. Однако для каждого участника эти соревнования, независимо от призовых мест, стали ещё одним шагом на пути к ещё большим победам. Даниил Беспалов, Алексей Концесвитний, телерадиокомпания «Атаман». Прощальный подарок от уходящей зимы получили жители Северского района и всей Кубани. Снегопад и февральские морозы превратили наш южный регион в настоящую зимнюю сказку. Искрящиеся сугробы, снежки и прогулки по хрустящему снегу возможно не такая диковинка для жителей района, но настоящее зимнее настроение это лишь одна сторона медали. С 27 февраля по 1 марта на территории края ожидаются осадки в виде мокрого снега, минусовая температура, гололедица и порывистый ветер. Так что не стоит забывать и о мерах предосторожности. Тёплая одежда, шарфы и перчатки уберегут вас от простуды. Особенно внимательным следует быть автолюбителем. Соблюдение дистанции и скоростного режима особенно актуально в такую погоду. Неустойчивое дорожное покрытие может сыграть злую шутку даже с самым неторопливым водителем. Для поездок на дальнее расстояние рекомендуется использовать общественный транспорт. К концу недели ожидается серьёзное потепление, а значит у жителей района есть всего несколько дней, чтобы насладиться зимней сказкой, которую сменит щедрое весеннее солнце. Даниил Беспалов, Андрей... Даниил Беспалов, Андрей Вискушенко, телерадиокомпания «Атаман». Траурное торжественное мероприятие, посвящённое перезахоронению останков советского солдата, погибшего в Великой Отечественной войне, прошло в Станицыно-Водмитриевской. На мероприятии присутствовали родственники погибшего, глава поселения Елена Шамраева, представители администрации и поисковых организаций района, казачество, духовенство, а также школьники и жители Станицы. Долгий путь домой длиной в 75 лет прошёл с кряга Алексей Сидорович. Его останки, обнаруженные украинскими поисковиками были опознаны благодаря посмертному жетону, в котором была вся личная информация. Силами поисковых организаций из Санкт-Петербурга «Дорога домой», останки и личные вещи солдата были перевезены на родину и переданы родственникам. Числившийся с 1947 года пропавшим без вести воин наконец вернулся. Почувствовали радость, почувствовали гордость, что никто не забыли, что нашли, что привезли домой, что мы можем видать земле родной, дедушку, прадедушку, сына. Была мёртая за то, что не забыли. Война не окончена, пока не похоронен последний солдат. Останки Алексея Сидоровича будут захоронены на хуторе «Оазис», рядом с могилой его жены. Благодаря туду поисковых организаций «Северский район» узнал имя ещё одного героя, которое будет вписано в славную историю «Великой Победы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова